А эту фотографию, вы знаете, что она называется? Шапочка. Шапочка? И тушок. Да. И тушок. Это она ее такая. Да, да. Название поменять, даты исправить Анна Генриховна Каминская проверяет каждый экспонат. Ведь на выставке Анны Ахматовой есть вещи, связанные и с ее жизнью. Гости из Петербурга, внучка великой поэтессы. Отца и деда Анны Каминской арестовали, а мама в то время много работала. Все детство Анна Генриховна провела со своей бабушкой. Анна Андреевна мне говорила, давайте научу писать стихи. Это очень просто. Я говорила, нет, ни за что. Все-таки какой-то пиетет конья Андреевна я испытывала. И мне казалось, что стихи писать, чтобы я писала. Нет, это только Анна Андреевна может. Чтобы показать, какой была Ахматова и ее окружение, на выставку в Липецк привезли больше 120 экспонатов. Здесь и фотографии, и портреты современников, и городские пейзажи тех лет. Но самую большую ценность представляют личные вещи поэтессы. Шаль, мы ее так называем, на самом деле, это, конечно, палантин кашемировый с шелковыми кистями, который Ахматова действительно носила. И даже сохранилась одна фотография, на которой она носилась кресла, закутанная в этот палантин. Ручка перо, рукописи и письма с подписями. Некоторые из этих экспонатов никогда не покидали музей в фонтанном доме. Как, например, эта мантия из Оксфорда. Анна Ахматова в ней была на торжественном вручении дипломов. К ней полагалась такая черная шапочка. Анна Андреевна очень, ну, надо сказать, была как кентрива. И она не хотела никакой шапочки. Она говорила, можно, я не буду надевать, можно. Но сказали, что на самый торжественный момент надо обязательно это. Она одела и потом держала ее все время в руке. Экспонаты по витринам раскладывали до поздней ночи. Экспозиция заняла три зала. И уже с сегодняшнего дня лепчане смогут увидеть вещи Ахматовой своими глазами. Наталья Медведева, Юрий Талдыкин, Олег Писарев. ТВК Новости. Субтитры создавал DimaTorzok